В этом видео мы поговорим про планету, которая когда-нибудь, возможно, станет вторым домом для человечества. Это 10 интересных фактов про Марс. Марс известен людям с глубокой древности, просто потому, что иногда его можно увидеть с Земли невооруженным глазом. Но в древности люди не знали о том, что Марс это планета, то есть огромное небесное тело, не являющиеся звездой. С Земли без телескопа можно увидеть 5 планет – Марс, Венеру, Меркурий, Сатурн и Юпитер. Но если смотреть на них невооруженным глазом, то все они выглядят почти точно так же, как звезды. Какие-то ярче, какие-то менее яркие. Но в целом это такие маленькие светлые точки на небе. Однако, в отличие от звезд, планеты движутся вокруг Солнца. А значит, если наблюдать за ними Земли, то они будут двигаться по совершенно другим траекториям, нежели звезды, которые в один и тот же календарный день находятся на том же самом месте, как и раньше. Поэтому древние греки называли планеты блуждающими звездами. А в 17 веке появились первые телескопы, и исследователям удалось понять, что планеты очень сильно отличаются от звезд. С тех пор ученые умы человечества размышляли о том, существует ли на других планетах жизнь. В 19 веке идея о существовании жизни на Марсе получила распространение, когда итальянский астроном Джованни Скиаппорелли сообщил, что видит в телескоп канали на марсианской поверхности. Это итальянское слово, означающее «каналы» или «канавы естественного происхождения», было неправильно переведено на английский язык как «canals», подразумевая искусственное сооружение. Это привело к широко распространенным предположениям о существовании на Марсе развитой цивилизации, которая построила эти каналы для орошения или транспортировки. В начале 20 века американский астроном Персиваль Лоуэлл стал убежденным сторонником идеи марсианской цивилизации. Он считал, что каналы – это отчаянная попытка марсиан выжить на умирающей планете за счет транспортировки воды из полярных ледяных шапок в засушливые экваториальные регионы. Идеи Лоуэлла захватили воображение общественности, что привело к появлению многочисленных газетных и журнальных статей о марсианских каналах и предполагаемых марсианах, которые их построили. Однако по мере совершенствования наших астрономических наблюдений стало ясно, что каналы были оптической иллюзией. Картирование марсианской поверхности с высоким разрешением с помощью современных космических аппаратов не выявило никаких подобных искусственных структур. Каналы, в которые верил так много людей, были результатом комбинации оптических иллюзий, неправильного перевода и человеческой склонности видеть закономерности там, где их нет. Люди пока что не летали на Марс. Эта планета исследуется марсоходами, программное обеспечение для которых создают программисты. Думаю, вы все знаете о том, как в современном мире востребована эта профессия. Она обеспечивает не только хорошую зарплату, но и стабильность в нашем нестабильном мире, а также возможность работать удаленно. Я хочу порекомендовать вам онлайн-школу программирования Ката Академии и их курс программирования на популярном языке Java. Особенность заключается в том, что вы будете платить за обучение только после трудоустройства. Работает это так. Вы поступаете на курс, проходите обучение, находите работу, и в случае, если вы находите работу с зарплатой не менее 100 тысяч рублей, то тогда вы будете платить 17% от своего дохода на протяжении двух лет. То есть школа нацелена на то, чтобы сделать из вас настоящего работающего специалиста, а не просто заработать денег с продажи курса. Если вы не найдете работу, то за обучение ничего платить не будете. Модель обучения win-win, поэтому стоит попробовать, ведь сфера IT и дальше будет очень активно развиваться. Для начала обучения нужно выполнить тестовое задание, с которым можно справиться примерно за две недели. Оно нужно для проверки вашей мотивации, ведь обучение на курсе займет 9 месяцев. Работать придется много, но результат того стоит. Также нужно быть готовым переехать в Москву или Питер, так как в столицах найти работу с высокой зарплатой гораздо легче. Подробности этого предложения вы можете найти на сайте Ката Академии. Не откладывайте перемены к лучшему на потом. Ссылка будет в описании под этим видео. Но давайте вернемся к вопросу жизни на Марсе. Несмотря на опровержение теории каналов, вопрос о жизни на Марсе остался. Существует три возможных варианта. Первый вариант. На Марсе никогда не было и нет жизни. Это мертвая пустыня. Второй сценарий. На Марсе была жизнь, которая там же и зародилась, но она вымерла в результате тех или иных природных катастроф. Третий вариант. Жизнь на Марсе до сих пор есть. Возможно, она дремлет где-то глубоко под землей и существует в виде бактерий. В последние годы наше представление о Марсе изменилось благодаря данным, полученным с помощью марсоходов и орбитальных аппаратов. Теперь мы знаем, что когда-то Марс имел гораздо более плотную атмосферу и жидкую воду на своей поверхности. Условия, которые потенциально могли бы поддерживать жизнь. В 2020 году запуск марсохода NASA Perseverance ознаменовал новый этап в поисках жизни на Марсе. Миссия марсохода заключается в поиске признаков древней жизни и сборе образцов почвы, которые могут послужить дополнительным доказательством существования жизни там в прошлом. Вопрос о жизни на Марсе еще далеко не решен. Хотя мы нашли убедительные доказательства существования пригодной для жизни среды в прошлом, мы еще не нашли никаких доказательств существования жизни на Марсе в прошлом или настоящем. Но с каждой новой миссией на Марс мы все ближе подходим к ответу на извечный вопрос. Одиноки ли мы во Вселенной? Продолжая исследовать Марс и другие планеты, мы вспоминаем о нашем месте в космосе. Скорее всего, мы всего лишь один вид на одной планете, в одной солнечной системе, в одной галактике среди миллиардов других. Однако все же, скорее всего, жизнь на Марсе есть, но не та, о которой вы подумали. С тех пор, как на него стали садиться исследовательские аппараты Земли, появилась высокая вероятность того, что с собой они привезли какие-то земные микробы или споры грибов. Существуют очень живучие микроорганизмы, которые способны выдерживать и радиацию, и холод, и жар, и все что угодно. Есть даже такие, которые способны жить и размножаться в таких экстремальных условиях. Ученые знают о таком риске заражения других небесных тел земной жизнью, поэтому все космические аппараты перед отправкой проходят специальный процесс очистки от любой жизни. Однако это не дает стопроцентную гарантию того, что во внутренностях аппарата не остался какой-то юркий и живучий микроорганизм. Занести земную жизнь на Марс не страшно, так как своей собственной марсианской жизни там, скорее всего, все-таки нет. Однако в далеком будущем, если люди все-таки найдут жизнь на других планетах, им придется делать все, чтобы не допустить проникновения бактерий и вирусов Земли на новую планету, так как это может привести к катастрофе, подобно тому, как болезни из Европы когда-то уничтожили огромное количество коренных жителей Америки, когда та была открыта. Рассказывая о Марсе, нельзя не упомянуть о том, что эта планета, как и в принципе почти все в нашем мире, является предметом для жарких дискуссий любителей теорий заговора. Пожалуй, самым известным таким феноменом является лицо на Марсе. Эта история началась в 1976 году, когда миссия НАСА «Викинг-1» отправила на Землю множество марсианских фотографий со спутника. Один из снимков, на котором изображена скала, выделяется среди других. При определенном освещении это образование имело жуткое сходство с человеческим лицом. Эта оптическая иллюзия была быстро признана учеными из НАСА тем, чем она и была на самом деле – обманом перспективы. Однако воображение общественности уже было не остановить. Лицо на Марсе стало благодатной почвой для теорий заговора. Некоторые предполагали, что это остатки инопланетной цивилизации. А это лицо является неким монументом, портретом какого-то представителя этой цивилизации. Эта вера, несмотря на отсутствие научной основы, получила распространение. И лицо стало культурным феноменом, появляясь в различных книгах, фильмах и телевизионных шоу. Это явление не уникально для лица на Марсе. Это часть более широкой человеческой тенденции, склонности воспринимать визуальные образы там, где их нет. Психологический феномен известный как парейдолия. Люди видят животных в облаках и религиозные фигуры на гренке. Парейдолия является свидетельством способности нашего мозга создавать порядок из хаоса. Последующие миссии на Марс, кстати, оснащенные более совершенными технологиями, позволили получить более четкие изображения лица. В 1998 году аппарат Mars Global Surveyor сделал снимки, которые подтвердили первоначальный анализ. Это лицо было оптической иллюзией. Но лицо на Марсе не единственный такой пример. Марсоходы, работающие на Марсе, постоянно шлют на Землю многочисленные фотографии с Красной планеты. Эти фото находятся в открытом доступе и любой может их изучить. Так вот, есть люди, которые постоянно отсматривают эти фото в поисках свидетельств того, что НАСА нас обманывает и скрывает следы древней марсианской цивилизации. Один такой конспиролог обнаружил вот такое фото и заявил, что нашел на Марсе пирамиду, что является неоспоримым доказательством, сами знаете чего. На самом же деле это просто такой камень с острыми сторонами, к тому же достаточно небольшой. Также на снимках с марсоходов часто можно увидеть какие-то белые вспышки света. Они являются простыми бликами на линзах. Однако конспирологи настаивают на том, что на самом деле это что-то другое. И от нас все просто пытаются скрыть. Представьте будущее, в котором человечество не только достигло Красной планеты, но и основало там процветающую колонию. Это не такое путешествие, подобное тем, которые совершали первопроходцы прошлого, такие как Магеллан, Гагарин или Нил Армстронг. Это путешествие в неизвестность, в совсем чужой мир, где меньше кислорода, слабее гравитация и больше вредной радиации. Если люди начнут жить и размножаться на Марсе, то каким образом со временем в течение многих поколений изменятся их тела? Человеческое тело должно будет адаптироваться к экстремальным условиям. Изменения будут очень сильными. Бывший астронавт НАСА Скотт Келли, который целый год прожил на МКС, доказывает этот тезис. Отсутствие земного притяжения привело к ослаблению его костей и мышц и даже сделало его выше на 5 сантиметров, так как межпозвоночные диски расширились. И это только за один год. В настоящее время условия невесомости в космосе более экстремальны, чем на Марсе. Но подобные изменения могут происходить на Красной планете в меньших масштабах. Однако человеческий вид обладает удивительной способностью к адаптации. За тысячелетия жизни на Марсе люди могут стать сильнее и выносливее, хотя, конечно, у них не появится, например, зеленой кожи и дополнительных рук. Тела людей на Марсе могут стать более высокими и при этом более крепкими и широкими со временем. Интересно также то, что некоторые ученые предполагают, что у них может появиться оранжевая кожа. Каротиноиды, придающие моркови, сладкому картофелю и тыкве оранжевый оттенок, обеспечивают определенную защиту от вредного ультрафиолетового излучения. Потребление этих пигментов в больших количествах может стать защитой от рака на Марсе, где разреженная атмосфера пропускает огромное количество ультрафиолетового и другого излучения. Наиболее глубоким изменением может стать появление нового вида человека. Высокий уровень радиации на Марсе ускорит процесс мутации ДНК в наших клетках. Это может привести к эволюции нового вида человека в течение нескольких столетий, то есть в 10 раз быстрее, чем на Земле. Но у этой захватывающей перспективы есть и потенциальный недостаток. Иммунные системы марсиан и землян будут совершенно разными. Встреча между ними может оказаться столь же смертельно опасной, как в прошлом встреча двух чужеродных групп людей, например, европейских поселенцев, заразивших оспой коренных американцев. Также у них не смогут родиться дети, так как это будут разные биологические виды. Концепция терраформирования или преобразования окружающей среды планеты, чтобы сделать ее пригодной для жизни человека, уже несколько десятилетий является популярным элементом научной фантастики. Но насколько это действительно осуществимо? Марс в его нынешнем виде не является гостеприимным местом для людей. Его атмосферное давление составляет всего полпроцента от земного, что означает, что у незащищенного человека в течение минуты остановится кровообращение. Тонкая атмосфера также означает, что на планете практически отсутствует парниковый эффект, в результате чего солнечный свет, попадающий на Марс, отражается обратно в космос. Поэтому средняя температура там составляет минус 60 градусов Цельсия, что делает невозможным существование жидкой воды на поверхности. Таким образом, первым шагом в терраформировании Марса будет создание атмосферы, в идеале максимально приближенной к земной. Вот тут-то и приходят на помощь писатели-фантасты, предполагая, что мы можем раскрыть скрытый потенциал планеты. В конце концов, Марс когда-то был более теплой водной планетой с гораздо более плотной атмосферой. Есть надежда, что эта вода и атмосфера теперь заперты в коре и ледяных шапках планеты, и нам просто нужно высвободить их. Однако существует реальный риск, что Марс на самом деле потерял свою атмосферу. Она улетучилась в космос, а не впиталась в его поверхность. Из-за меньшего размера и слабого гравитационного поля, марсианская атмосфера, возможно, медленно сдувалась солнечными ветрами в течение миллиардов лет. Это было подтверждено космическим аппаратом Хака Мевен, который наблюдал за исчезновением того, что осталось от марсианской атмосферы. Что же нужно сделать, чтобы пополнить марсианскую атмосферу? Одна из идей столкнуть с Марсом несколько комет. Кометы содержат тонны замороженных летучих веществ, газообразующих молекул, таких как углерод, водород и азот. Однако для создания азотной атмосферы в квадриллион тонн, нам понадобится около 10 тысяч комет. Конечно, это реально только в теории, но не на практике. Другой вариант – это просто построить крышу вместо неба. Вместо терраформирования мы могли бы провести паратерраформирование, построив так называемый мировой дом. Мы могли бы покрыть огромные участки Марса геометрическими куполами, достаточно высокими, чтобы вместить в них целые города и множество похожих на Землю природных уголков. Для этого потребуется на несколько порядков меньше материала, чем для создания всей атмосферы. Независимо от метода терраформирования Марса, это грандиозная задача, которая потребует ресурсов и энергии в масштабах, значительно превышающих наши сегодняшние возможности. Однако идея превращения бесплодной, негостеприимной планеты во второй дом для человечества – это захватывающая идея, которая продолжает вдохновлять ученых и мечтателей. Колонизация Марса – это то, о чем ученые думают на протяжении последних десятилетий. Они составляют планы того, как будут устроены марсианские колонии. Тем не менее, полет людей на Марс и их нахождение на этой планете сопряжено с гигантскими рисками. Они настолько серьезны, что сейчас вообще нельзя быть уверенным в том, что это в принципе возможно. Опасность для космонавтов начнется даже не на самом Марсе, а на пути к нему. Дело в том, что в космосе очень много радиации. Наша планета защищает нас от нее благодаря магнитному полю. Космонавты, живущие на МКС, кстати, находятся достаточно близко к Земле, чтобы быть под защитой магнитного поля Земли. Поэтому, находясь там, они получают лишь в 10 раз больше радиации, чем на Земле, что уже нехорошо для здоровья. Единственные люди, которые вылетели за пределы магнитного поля Земли, это астронавты американских Аполлонов, которые летали к Луне. Всего их было 24 человека. На протяжении всей их жизни их потом изучали врачи. То, как полет на Луну повлиял на их здоровье. Выяснилось, что среди этих астронавтов количество болезней, связанных с сердечно-сосудистой системой, было намного выше, чем среди обычных людей. И это при том, что астронавты – это всегда только самые здоровые спортивные мужчины. Их полет на Луну длился всего 2 недели. В то время как полет на Марс в одну сторону займет примерно 40 недель. На Марсе радиация тоже высокая. А потом еще лететь обратно примерно 40 недель. То есть первые люди на Марсе подвергнутся такому сильному воздействию радиации, что непонятно вообще выживут ли они. Вся надежда лишь на то, что в будущем появятся материалы, способные гораздо лучше защищать корабль и тело человека от радиации. Но пока что их нет. Следующая проблема – это низкая гравитация. Как я говорил раньше, в космосе мышцы и кости космонавтов слабеют. Даже при том, что они постоянно там тренируются. После года на МКС космонавтам тяжело ходить на Земле первое время. Им приходится проходить интенсивный курс физиотерапии. За 10 месяцев полета к Марсу из-за невесомости их мышцы ослабнут. И космонавтам будет необходимо привыкать к гравитации Марса, чтобы ходить там. Хотя и гравитация там в 3 раза слабее, чем на Земле, но все же. Весь полет к Марсу и обратно, плюс нахождение на нем, займет примерно 3 года. Поэтому неизвестно, смогут ли они вообще вести нормальную жизнь на Земле, когда туда вернутся. Вполне возможно, что когда космонавты вернутся на Землю, их близкие обнимут их и тем самым сломают космонавтам ребра и позвоночник. Следующая проблема – это марсианский грунт. Он невероятно мелкий, похож вообще на пыль, которая еще к тому же очень острая. Лунный грунт, кстати, такой же. Вот фотографии астронавтов-аполонов. За несколько дней пребывания на Луне пыль просочилась внутрь спускаемого модуля, хотя они и очищали свои скафандры, когда возвращались в него. Выглядит так, будто они не на Луне, а где-то в шахте добывают руду. При этом на Луне ветра нет, а на Марсе он очень сильный, поэтому пыль так или иначе будет проникать внутрь жилых модулей. Кстати, эти модули должны будут быть герметичными, так как у Марса очень разреженная атмосфера. Марсианский грунт, к тому же, наполнен токсичными веществами, поэтому просто взять и начать выращивать в нем картошку, удобрив его своими фекалиями, как было в фильме «Марсианин», на самом деле не выйдет. Нужно будет либо ввести грунт с собой с Земли, что вообще абсурдно, либо найти способ удалять токсичные вещества из грунта, что будет очень энергозатратно. Другая опасность, чисто психологическая. Астронавты Аполлонов могли общаться с Землей практически в реальном времени, в то время как на Марсе так не получится. Радиосигнал с Марса на Землю будет идти примерно 20 минут, и почти столько же обратно. То есть в случае чего у космонавтов не будет возможности сразу связаться с базой на Земле и получить оттуда ответ. Также это делает невозможным общение с близкими в реальном времени. Общаться можно будет только в видео или аудио сообщениями. Все это, а также осознание того, что если что-то случится, то никто не прилетит с Земли на помощь, может оказать серьезное негативное психологическое воздействие на экипаж. Они должны будут полагаться только на себя в случае экстренной ситуации. Итак, мы поговорили о трудностях полета на Марс. Но зачем же тогда туда вообще лететь? Над реализацией этого полета уже сейчас трудятся тысячи людей. Причины у этого вот какие. Во-первых, отправка людей на Марс позволит сделать множество научных открытий, провести различные эксперименты. А нет ничего более достойного, чем добывать новые знания о нашем мире. Эти знания, вероятно, приведут к разработке новых технологий, которые улучшат жизни людей на Земле. Именно так было во время космической гонки. Такие привычные для нас вещи, как шариковая ручка, солнечные батареи, фильтры воды и даже технологии коррекции зрения, все это было разработано для космических полетов, а уже потом стало использоваться простыми людьми на Земле. Во-вторых, коммерческие перспективы. Начиная от туризма, да, найдутся миллиардеры, которые готовы заплатить за это гигантские деньги, заканчивая добычей ресурсов на планете. Никто не говорит, что оттуда на Землю будут что-то привозить, но вполне возможно, что найдутся какие-то новые бизнес-направления, для реализации которых нужна будет колония на Марсе. В-третьих, иметь второй дом для человечества не повредит, на случай, если вдруг с нашей планетой что-то случится. И в-четвертых, человечество всегда стремилось исследовать новые территории, продвигаясь вглубь неизведанного. Это у нас в ДНК. А колонизация Марса станет самым великим технологическим прорывом человеческой цивилизации. Как и у Земли, у Марса тоже есть спутник, а точнее два. Но выглядят они, однако, совсем иначе, чем наша Луна. Они не имеют шарообразной правильной формы. По сути, это просто гигантские каменные глыбы. Скорее всего, они являются астероидами, которые когда-то были захвачены гравитацией Марса. Называются они Фобос и Деймос. Фобос намного больше Деймоса, и его орбита расположена близко к поверхности Марса. Видео, которое вы сейчас видите на экране, было снято марсоходом «Персевиранс». На ней солнечное затмение с Марса. Фобос в реальном времени проходит по солнечному диску, частично его заслоняя. Скорость вращения Фобоса вокруг Марса, кстати, постоянно снижается. Это приведет к тому, что примерно через 50 миллионов лет спутник Марса упадет на планету и разобьется, вызвав небывалый катаклизм. Это точно уничтожит человеческие колонии на Красной планете, если таковые там будут. Но случится это не скоро. А вот Деймос, напротив, как и наша Луна, медленно и неуклонно отдаляется от Марса. И когда-нибудь улетит в космос, но это тоже будет очень не скоро. Как вы думаете, случится ли высадка людей на Марсе при нашей с вами жизни? И кто первым это сделает? Свои ответы пишите в комментариях, я их читаю, а еще они очень помогают продвижению видео. Также советую посмотреть мои выпуски про Луну и про теории заговора о космосе. Ссылки прямо на экране. Если хотите финансово поддержать канал, реквизиты есть в описании. Не забудьте подписаться, мне это здорово поможет. Будьте адекватны и разумны. С вами был Демиос. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok